Эту и другие темы прямо сейчас обсудим с Владимиром Ельченко, бывший постоянный представитель Украины при ООН, бывший чрезвычайно полномочный посол Украины в США. Владимир Юрьевич, здравствуйте, рада вас видеть. Добрый день. Добрый день, я рад вас видеть. Приветствую всех наших зрителей. Спасибо. Владимир Юрьевич, вот интересен ваш взгляд как опытного дипломата на данные методы слежки Российской Федерации и географию. Самое большое количество таких анден на здании посольства России в Брюсселе. Их 17 штук. Да и в других странах и городах мы их перечисляли. Мадрид, Белград, Лиссабон, София и Никосия. В той же Польше тоже есть такие антенны. Их нашли расследователи. Что скажете? Я скажу, что в этом нет ничего нового. Это традиционные методы российских спецслужб, потому что каждое российское посольство или дипломатическое учреждение – это шпионское гнездо. Если кто из зрителей помнит, в свое время, в конце 2019 года, я давал большое интервью. Это было как раз перед назначением Вашингтона. Я на эту тему высказался. Я в основном рассказывал об Агентуле ФСБ и 5 ООН. Но где бы я ни работал, ну и плюс, еще будучи замминистрационных дел, я объездил очень много стран. Ну в те годы еще приходилось встречаться там и с российскими послами в некоторых странах, особенно в Африке, ну где не было наших посольств. Еще, знаете, казалось, что могут быть какие-то общие у нас для обсуждения вопросы. И я видел все эти посольства. Но, во-первых, каждое из российских посольств – это, ну, свобода, бункер. То есть везде засыщенный забор, колючая проволока, десятки камер и вот эти антенны. Так что я бы не сказал, что Брюссель или Ватшава являются чем-то уникальным. Но Брюссель, конечно, это такое лакомое место для шпионажа, как и Вена традиционно была и для Советского Союза. Ну, а Брюссель, что говорить, там же штаб-квартира и НАТО, и Европейского Союза, ну, плюс Бельгия. То есть один шпион сразу может выполнять несколько работ. То есть это дешевле, в общем-то, получается. Так вот, в том интервью я сказал тогда, что не менее 50% персонала любого российского посольства – это агентура. Причем это, знаете, различные спецслужбы. Это и Министерство обороны, ФСБ, конечно, и под прикрытием, и без прикрытия, ну, как, конечно же, под крышей. Вот это, еще раз повторяю, не уникальная ситуация. Они сохранили и, наверное, даже развили лучшие советские практики. То есть везде внедрять свою агентуру, везде насадить, как грибы после дождя своих агентов. Им, конечно, есть чем заниматься, учитывая вот тот вектор внешней политики России, который она для себя выбрала. Но если в советское время, по крайней мере, за этим стояла какая-то идеология, то есть было понятно, для чего это все делается. То сегодня, вот я-то не понимаю вообще, какая идеология стоит за этим шпионажем. Ну, кроме претензии на мировое господство, чтобы везде влезть, где только можно. Я недавно вспомнил о странах Африки, потому что там, конечно, шпионаж другого рода. Там еще и Вагнер работает активно. Я вспоминаю, как раз я был в Центрально-Африканской республике, которая сейчас является одним из гнезд для теоретической организации Вагнер. Я, кстати, там уже видел около посольства массу людей в военной форме. Я тогда не понимал, что это за люди. Это, как раз, наверное, и были те самые Вагнерцы. А почему я был в этом посольстве? Потому что во время членства в Совете Безопасности ООН я взял комитет по санкциям против ЦАР. И мне пришлось побывать в этой стране в этой роли. Ну, а с послом России я встречался, как и со всеми другими послами больших стран ЦАР для того, чтобы понять, что происходит в этой стране. Так что я видел это посольство российское в то время. Это было уже 6 или 7 лет тому назад. Могу себе представить, что это случилось сегодня. А еще есть Мали, Ангола, Мозамбик и целый ряд других стран, ну, такого левого толка, с которыми Советский Союз активно всегда работал. Ну, а сегодня Россия, в общем-то, продолжает это делать. Ну, а в Европе, говорится, сам Бог велел, потому что я уверен в том, что сегодня главная задача для российского, скажем так, шпионского сообщества, это отслеживать, ну, в первую очередь, поставки оружия на Украину. Ну, помимо того, что мы назвали. Это действительно сейчас первая, первоочередная информация, которую они собирают, да? Это поставки оружия. Что еще? Зачем еще следят? Ну, любая помощь, в которой представляется Украине, связи украинских политиков. То есть, я думаю, они отслеживают все визиты, кто из украинцев был, с кем встречался и так далее. Потому что есть же много вещей, которые не попадают в публичное пространство. Вот этим всем они и занимаются. Ну, и плюс, конечно, шпионаж за НАТО. Это им очень интересно. Всегда было. А сегодня тем более, потому что ведя прямую войну против Украины, но они же называют это войной с НАТО. Вот поэтому им, конечно, любая информация, связанная с деятельностью Северо-Арганического Альянса, очень интересна. Владимир Юрьевич, мы видели на этой неделе, или буквально шесть дней назад, о том, что то, что Норвегия объявила решение выслать 15 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Министра иностранных дел тогда Норвегии, она заявила, что ее страна не позволит Москве использовать посольство для тайной разведывательной деятельности. Ну и мы помним, что это далеко не первый случай выдворения российских шпионов и зарубежных посольств, особенно за последние 14 месяцев. И все же, как вы оцените вот такие шаги, и как это влияет на работу российских тех же спецслужб? Ощущают ли они некое удушье после того, как штаты этих людей и сотрудников выдворяются? Да, конечно, я думаю, что ощущают. Самое главное, понимаете, вот когда это происходило и раньше, опять-таки, это не новое явление. И, между прочим, если отойти в сторону, вот как-то этот норвежский кейс, он получил широкую огласку и совсем не обратили внимания на то, что буквально несколько дней тому назад точно так же власти США объявили о высылке, по-моему, тоже 15 дипломатов из состава представительства России при ООН. То есть эта работа активно продолжается, я имею в виду работу по противодействию российскому шпионажу. Конечно, она россиянам очень сильно мешает. Это главное отличие от того, что это происходило раньше. Что раньше, как правило, через несколько месяцев или год-два, и эти должности опять заполнялись такими же агентами, но под другими фамилиями. Сегодня, я думаю, что это уже будет гораздо сложнее сделать россиянам. И таким образом, если мы говорим о высылке, ну, в Норвегии, какое бы ни было большое посольство российской капитации, все-таки, наверное, это не сотни людей. Так что 15 – это достаточно много. И причем это же не только там электронная разведка и все остальное. Это просто разведчики разных профилей. И если норвежские власти не позволят эти должности заместить опять, то, что они дадут визы. Они сказали, что они визы больше выдавать не будут новым шпионам. Вот это как раз и хорошо. Потому что, понимаете, в любой стране мира, в принципе, если не в любой, то в подавляющем большинстве крупных, особенно стран, которые могут себе финансовые это позволить, работают разведчики. Но, например, вот тоже посольство Украины в Вашингтоне. Там есть военный атташат. Это люди из Министерства обороны. Ну, сегодня их работа особенно важна, естественно, учитывая то военное сотрудничество, которое у нас происходит с Соединенными Штатами. Но ведь они тоже своего рода разведчики, как и американские военные, работающие посольство США в Киеве. Но это люди, которые известны. То есть никто не скрывает. Они занимаются не разведкой, они занимаются поддержкой, сотрудничеством двусторонних связей между военными двух стран. В том же нашем посольстве в Вашингтоне, это ни для кого не секрет, всегда был официальный офицер безопасности, как и у многих других посольств Украины. Приезжал сотрудник на его место из СБУ. Мы официально сообщали об этом Госдепартаменту. Точно так же американские сотрудники, ну, разведчики, это, сказать, не совсем подходит, это сотрудники спецслужб, которые работают в Киеве, наши работают в Вашингтоне, но они занимаются не шпионажем, они занимаются сотрудничеством и связями между спецорганами, которые очень, ну, сегодня как никогда, но это всегда важно, потому что там есть вопросы и экстрадиции, и депортации, и различных там совместных каких-то следствий или следственных действий. То есть это нормально для всех цивилизованных стран. У России это все выглядит, ну, перевернуто с ног на голову. То есть под видом сотрудничества любое посольство, но прежде всего для того, чтобы налаживать связи между государствами. А под этим видом, под этой крышей просто работают разведчики, собирают любую информацию, которая потом используется во вред в той стране, в которой они работают. И вот этого, конечно, уже допускать нельзя. Именно поэтому, собственно, Норвегия пошла на такой шаг, а еще год тому назад, мы помним, целую волну высылать российских дипломатов, по-моему, около 400. Их высвали из стран Европы. Это то, что было в публичном пространстве, а сколько мы еще не знаем. Владимир Юрьевич, а Вы сказали, что в посольстве где-то 50% таких шпионов сидит, о каком количестве людей может идти речь? Везде по-разному? Ну, это зависит от размера посольства. Ну, вот, например, в поспредстве российской операции «Прион» в мои годы работало где-то 150-200 человек. Сейчас это число сильно уменьшилось после того, как американцы повысылали несколько этапов всех этих шпионов. Ну, еще не всех, наверное. Я думаю, что на сегодняшний день, наверное, там в два раза меньше работает людей. Ну, а я почему сказал не меньше половины, потому что еще, знаете, я с молодых лет работал и поспредством той же, ну, еще украинской СССР при ООН, и тогда было поспредство Советского Союза. Я с многих этих людей просто знал. И, кстати, было очень легко отследить, потому что в советские времена, и это было ни для кого не секретом, была проблема служебного транспорта. То есть ты приезжал, если ты молодой дипломат или младший, то тебе машина государственная не выдавалась. Но это, прежде всего, относилось к советскому представительству, потому что представительство Украинской ССР было одна или две машины вообще на всех. То есть у посла, и одна на всех остальных, включая там водителя и завхоза. То есть мы себе больше позволить просто не могли. Ну и сейчас тоже, в общем-то, не жируют наши дипломаты. Единственное, что просто многие стали покупать свои машины за свои деньги. Так вот, возвращаясь к этой теме. В те времена всем было известно, что, ну, скажем так, по бухгалтерским правилам, существовавшим в Советском Союзе, право на обладание государственным автотранспортом имел только дипломат не ниже первого секретаря. И когда вы видите, что третий секретарь или аташе едет на прекрасной новой машине, значит, понятно, что это КГБ. То есть эти люди обеспечивались автотранспортом по полной программе. И это была полнейшая глупость, потому что это очень сильно помогало ФБР и ЦРУ их всех просто отслеживать, садиться им на хвост. То есть не надо было даже особо следить. Если человек на такой машине едет, значит, все понятно, потому что машина зарегистрирована на фамилию, на посольство, на постпресса. То есть вся информация есть. Если такой вот младший дипломат едет на работу и с работы на такой машине, значит, понятно, к каким службам он относится. Наши люди на такси в булочную не ездят, да? Да, да, да. Это как раз классический пример. Владимир Юрьевич, мы видим такие действия со стороны Европы и Норвегии, высылают этих дипломатов. Россия тоже сейчас пытается демонстрировать свой оскал всячески. На этой неделе было известно, что в Министерстве иностранных дел России вызывали послов США, Великобритании и Канады. В российском МИДе говорят, что им не нравятся комментарии послов по поводу дичайшего приговора, который мы тоже видели. 25 лет колонии оппозиционному политику Карамурзе в Российской Федерации. 25 лет колонии этот срок больше, чем был вынесен некоторым российским маньякам. И вот в российском МИДе вдруг говорят о том, что послы себя ведут не дипломатично. Как вы охарактеризуете такие претензии российского МИДа? Там ли говорить о дипломатичности? Это типичный хамский, такой циничный стиль современной российской дипломатии, к сожалению. Ну или к счастью, поскольку все это приведет к полнейшему распаду этой дипломатической школы, когда-то она славилась на весь мир, это действительно, ну даже советская дипломатическая школа, даже российская, еще старая Российская империя, но во всем мире считались с российскими дипломатами, их уважали. Сегодня они просто, мне кажется, роют сами себе могилу. То есть вот этот стиль поведения, ну с ними просто уже скоро никто не станет общаться. Ну собственно, Лаврова уже сейчас принимают только в тех странах, которые, ну к нашему сожалению, пока еще не поняли до конца, что такое сегодняшняя Россия, ну та же Бразилия, например. И еще целый ряд традиционных поклонников России, которые голосуют в ООН всегда с ними вместе. Но их осталось там, не знаю, по пальцам можно пересчитать. А нормальные страны уже с Лавровым не общаются. Так вот, понимаете, вот эта школа, она превратилась просто в какую-то пародию на дипломатию. То есть опять-таки, если, ну и над советскими дипломатами иногда, знаете, смеялись, когда они выступали там с Либуны ООН с призывами о мире во всем мире. Но, по крайней мере, знаете, за этим всем стояла их нужная неубежденность в том, что они правильно делают. Потому что была идеология. Сегодня ничего этого нет. Именно поэтому, если помните, когда Лавров выступал недавно в Дели на одной из конференций, его просто там высмеяли. Я думаю, что если он сегодня начнет выступать в стенах ООН, а, кстати, это может произойти где-то буквально через неделю, то его-то уже либо будут освистывать, либо просто будут выходить из зала заседания демонстративно. Что, кстати, уже происходило, ну, например, на сессии Совета по правам человека в Женеве. Так что все это еще предстоит. И сам Лавров лично, знаете, он из дипломата высокого класса, из интеллигентного, в общем-то, человека превратился просто в какое-то посмешище. Владимир Юрьевич, ну, вот если говорить еще о Лаврове, который все-таки отправляется сейчас в Нью-Йорк и получил визу, к счастью, не получили российские журналисты визу туда, не получила и часть делегации Российской Федерации, чего вы ожидаете действительно от российской делегации там, в штаб-квартире ООН? И что будет, когда Лавров дорвется до микрофона? Он будет говорить какие-то сравнимые вещи с тем, что говорит не Бензи о боевых комарах? Ну, естественно. А что еще Лавров может говорить? Ну, знаете, в последнее время они развивают тему вот такой, знаете, солидарности с глобальным югом. Против неоимпериализма. О многополярности мира говорят. Да, да. В некоторых странах той же Африки это ложится на благодатную почву, потому что там есть еще политики, ну, и руководство стран, которые по-прежнему считают, что, знаете, хорошо жилось во времена Советского Союза, потому что он им давал много денег, и эти деньги помогали им, так сказать, безбедно жить. И понемножку там друг с другом, так сказать, подвоевывать. Вот эта жизнь их устраивала. Сегодня многие из этих политиков или их последователей, они, знаете, по-прежнему верят в эту мантру о том, что вот есть злобные Соединенные Штаты Америки, там Великобритания и Франция, колонизаторы. А Советский Союз, это хорошо, он нас спас, он нам помог. А сегодня Россия пытается продолжать играть эту роль. Ну, а по сути, я думаю, что ничего нового он не скажет. И как я уже отметил, я отожидаю, что будут некие демарши во время его преступления в Совете Безопасности ООН. Вот я слышал о том, что, ну, есть уже такая определенная договоренность между послами, по крайней мере, западных стран, которые просто будут выходить из зала Зидания во время выступления того же Лаврова. И, кстати говоря, у нас многие не знают, и как бы, ну, с неким осуждением или удивлением от того, что американцы все-таки выдали Лаврову и его делегации визы. Но все объясняется очень просто. Есть соглашение между ООН и страной пребывания, то есть США, где находится штаб-портира ООН, по которому американская власть обязана давать визы всем тем, кто едет на заседание Аберации Белорусских Наций, будь то с Безопасности, Белоруссамблеи или любой другой орган. Но есть определенные ограничения. Я думаю, что они будут действовать и в случае с Лавровым. Например, американцы могут ограничить его передвижение по улицам Нью-Йорка только какими-то пленными маршрутами. То есть вот из посредства России до штаб-портиры ООН и обратно. То есть на шопинг он уже может и не попасть. Владимир Юрьевич, а что вы скажете еще о том, что говорит Небензе? В частности, в одном из последних своих интервью он говорил, что без России в случае ее выдворения из ООН смысл потеряет в целом и работа Совета Безопасности, и в целом вообще существование ООН. Ну и конечно же говорит, что выгнать Россию никогда не удастся никому, напоминая о том, что она правоприемница СССР и все давным-давно признано. Вы знаете, это очень положительный факт, на мой взгляд. Потому что это, насколько я понимаю, впервые, когда Небензе отреагировал на ту кампанию, которую Украина и наши союзники начали примерно полгода или чуть больше тому назад, по выдворению России из ООН вообще. Ранее Небензе на это не реагировал, то есть, ну как бы, они не относились к этому серьезно, потому что не верили в то, что это реально, в общем-то, осуществить. А вот то, что он начал на это уже реагировать, говорит о том, что они еще не испугались, но уже поняли, что процесс пошел. И этот процесс подтверждается тем, что Россию, например, на недавних выборах, ну там была целая куча органов ООН, которые пересбираются там каждый год, и вот Россию не избрали никуда. Вместо нее избрали, ну, понимаете, существует такая, так называемая, восточно-эропейская региональная группа, которая входит в более 20 стран, которая имеет определенную квоту на членство во всех органах ООН, ну, кроме с этой безопасностью, ну, что там в России постоянное членство. Так вот, каждый год или каждые два года переизбираются страны, и у этой группы есть, допустим, одно, два, три места, например, комиссия по положению женщин. Ну, я условно говорю, их там десятки. Так вот, например, передавали на два места три страны, там, Хорватия, Венгрия и Россия. Вот Хорватию и Венгрию избрали, Россию нет. И то же самое произошло еще, но не менее, чем в десяти других органах ООН. То есть их просто не избирают никуда. И это уже, в общем-то, даже не первый, а какой-то определенный очередной шаг к их полнейшей изоляции, которая должна привести, в конце концов, к их изгнанию из ООН, как страны, которые там незаконно занимают это место. Владимир Юрьевич, хочется вас еще поинтересоваться вашим мнением по поводу того, кто не делает как бы полной изоляции России. О Китае речь идет, что вы скажете о новых контактах Москвы и Пекина. В частности, мы видели визит министра обороны КНР Ли Шанфу в Москву. Это сигнал кому и в целом о чем речь? О чем это говорит? Я не думаю, что нам нужно сильно об этом визите беспокоиться, потому что регулярные контакты между силовыми или оборонными ведомствами России и Китая осуществляются уже много лет. Насколько я понимаю, ну информации, конечно, у меня достаточно и нет, но вот из того, что я смог проанализировать, я думаю, что основная тема этого визита заключалась в ситуации на Дальнем Востоке и в Арктике. Потому что в Арктике Россия пытается предпринять ряд таких агрессивных шагов или действий, которые, ну это то, что она давно уже затевала, то есть поставить под свой контроль вот те мореходные пути, которые там существуют. Плюс там же район очень богатый энергоносителями, их сегодня добывать очень сложно, ну технически и технологически, но придет время, когда это можно будет. А кто владеет энергоресурсами, тот владеет миром. Вот Россия сейчас и пытается, и Китай активно тоже подключается, хотя он не имеет выхода со своей территории прямого в Арктику, но он там активно развивает. И строит ледоколы, и строит специальные суда, и флот, который позволит Китаю тоже там работать активно. Вот я думаю, это была одна из тем, потому что все это нужно охранять, оборонять и так далее. Ну и как бы демонстрировать свое присутствие. И плюс, я думаю, это вопросы и связанные с Тайванем, и ситуации в Южно-Китайском море, потому что все-таки эти страны соседи, и как раз вот тот регион, да не восточно, это их соседство. И все, что там происходит, безусловно волнует и Россию, и Китай. Так что я думаю, они там о чем-то и договаривались. Я не хочу сказать, что Украина вообще отсутствовала в этих переговорах, как тема. Но то, что Китай, мы уже видим, что прошло много, достаточно времени после визита господина Си в Москву, и так никакого китайского оружия, которое бы поставилось в России, мы не увидели. Так что я думаю, что Китай будет, в общем-то, придерживаться вот такой вот, ну, нейтрально-позитивной линии, то есть на словах Россию поддерживать, ну, а на деле ничего особенного не предпринимать. Вот те поставки, так называемого, двойного назначения или беспилотники, которые Китай осуществлял и раньше, или какие-то там микрочипы для чего-то, но это было. То есть я не думаю, что они собираются там активно увеличивать эти поставки и так далее. Так что, еще раз повторяю, мне кажется, что нам не следует особо расстраиваться по поводу этого визита. Но у этих двух станций существует, так сказать, общий оборонный интерес, и вот пускай они этим не занимаются на Дальнем Востоке. Да. Владимир Юрьевич, спасибо вам большое за ваши ответы и аналитику этих событий, которые происходят в мире. Владимир Ельченко, бывший постоянный представитель Украины при ООН, чрезвычайный полномочный посол Украины США, был с нами в эфире Freedom.